добрый день дорогие друзья меня зовут дарья и вы на канале молодая ферма как видите у нас уже утром подмораживает с утра все вынье сегодня мы запланировали много дел поэтому нам пришлось встать пораньше мы разделили обязанности каждый побежал по своим делам мама на утреннюю дойку коров а я отвечала за кормление животных и птиц а также за выгул собак в поле сидеть лежать сидеть стоять да умница моя кру стоять нет вот так стоять дай куда ты хватаешь то сидеть голос 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 хорошо сядь моня Въехали с Дарьей в столицу Это город Москва Решили все-таки поехать на машине Не успели с утра на электричку Потому что очень долго мы с ней копошились Пока всех подоили, покормили Хоть и встали рано, но чувствую не успеваем Еще у нас, как всегда, заказали кур нам И пришлось завозить в город кур Потому что там люди с области Сегодня уезжают тоже к себе домой И хотели забрать кур домой к себе Ну, в общем, пока мы бегали Все там собирали Чувствую, все, электричка уже наша уедет Мы поехали на машине Они на тебя даже смотрят и говорят До места Куда поедем обратно? Сейчас тебя посмотрят, москвичи скажут Эх ты, Словак! Стоим Ждем Хотела тут показать вам что-то красивое Но пока вот едем по дороге Ничего такого не попадается у нас Вот что-то стало похоже на Москву Сегодня такой день чудесный Такой солнечный Эх, мы сейчас на огороде А мы в Москву едем Мы приедем Вот такие дома, гробки Весь наш Калинский район Можно в них заселить Нашу деревню можно заселить, наверное В один дом В один дом Пятиэтажный Так снимаю-то? Ну, наверное Наша дала задание мне снимать Что-то у меня тут все трясется Может быть, что-то получится Приближаемся к выставке Осталось около 10 километров Что мы решили? Мы сначала ходили на парковке Перехватывающей Плюнули потом в эту парковку В общем, едем до места назначения Вот эта беготня Что-то оказалось Мы совсем какие-то ленивые стали Поедем уже там на месте Попытаемся припарковаться Да, где-то там припаркуешься Попытаемся Попытаемся Поедем на платную парковку Прямым укладом Да, 300 рублей в час Ничего в Москве цены Как вы? 3000 сутки еще можно Вообще капец полный Приехали Ну вот мы на выставке Нашли стенд Доктор Губер Смотрим сыроварню Какие они производят Ну вот сейчас позовем Нам тут все расскажут И покажут Это на 120 литров Наш вариант Небольшой Да, 120-я сыроварня Соответственно, на мобильном основании Да, все катается легко Мешалка съемная Да, то есть Можно быстро ее снять Вал можно откинуть Откинули вал, да Пожалуйста, доступ у вас к зерну Можно руками там чего-то помочь Да, в общем Здесь градация Очень, кстати, удобная Литраж, да 120 литров у нее Опять же-таки Тоже все наглядно видно Минимальный размер молока В сыроварнях Под температурный датчик Да, соответственно Ну вот литров 40 Наверное, 50 Будет нормально Здорово То есть можно не загружать полностью сыроварню Под 40-50 литров Так, вот это Это сливной кран Соответственно, двухдюймовый, да В принципе, этого достаточно Чтобы слить все зерно и сыворотку Так, ну очень здорово Все мобильно А, у меня такой был вопрос Для меня это очень важно По поводу инерции Инерции не будет совсем Градус в градус точно попадет все О, вот это вот отлично Потому что Ну, есть производители, у которых инерция присутствует Причем большая Нет, нет, тут инерции не будет В логике, в автоматике все зашито Перелетов не будет точно Это блок управления, да? Да, блок управления Ну что, тут уже все просто Это мешалка Обороты мешалки Быстрее, медленнее Это реверс на мешалку Этой кнопкой мы добавляем процентовку мощности Да, то есть шаг 10% Нажали 10%, 20%, 30%, ну и так до 100% Вот, чтобы было удобно Не залазить в меню Там температура второго нагревания Да, быстро выставили там 50-60% А, то мы потом почитаем еще Вот, ну и все Вкал-выкал И тут меню пастеризация Это в автомате, да? Либо ручной режим Это вы уже сами задаете температуру Которую он будет поддерживать и нагревать И, ну, клапан Это клапан на воду На подачу воды Да Все Так, ну что, здорово, да? Ну, это уже такая профессиональная модель С нашей не сравнится, да? Совсем А давай посмотрим солидную камеру Да? Пожалуйста Она тоже представлена на выставке Кому интересно Вот это на 500 литров О, это вообще такой аппарат Это уже не наша объема Да Да, это уже такая На более большой стадии Кому Это солильная ванна, да? Кстати, новая наша разработка В плане нового чего? Это с рубашкой охлаждения Да, соответственно Она поддерживает температуру И с фильтрацией Циркулирует Циркулирует у вас, получается, рассол Там стоят два фильтра И, то есть, рассол у вас получается вечный Можно не сливать его Только меняете картриджей А, это Это подпрессовка, чтобы головки у вас находились все время в рассоле Это крышки сверху закрываются А, просто закрываются, да? Да, да Также мобильные на колесах все удобно Сами делаем полки из нержавейки с крючками Тоже очень удобно что-то повесить Разложить Лира Вертикально-горизонтальные Да, это шаг получается у нас 20 20, да? Да, также делаем десяточки Книжка под сыроварню Для слива сыворотки Ага И также предлагаем под нее стафатуру Ну, вот, фольжно, да, скажем так Для этого Да А, пойдемте к прессу Нам это тоже интересно Это стол с прессами, соответственно, да Плечо 1 к 4 Соответственно, на килограмм веса давят 4 Да, 4, да Это форма нашего производства Также мы тоже делаем Это пресс просто мобильный, да Он ни к чему не прикручен Просто на подставке А на этом стали 3 пресса, получается? 3 пресса, да Ага Они уже зафиксированы И стол с дренажным отверстием Пожалуйста, сыворотка у вас будет стекать А можно посмотреть форму? Пожалуйста Соответственно, основание, да И крышка сверху А, все, вижу А эти на сколько, получается? На килограмма 3 3 килограмма, да А, смотри, как удобно получается Подожди Да, то есть и вот так вот И вот так вот Кстати Хорошо работать на профессиональном оборудовании, да? Да Прямо легко и радостно Сами варим Сами варим Сами знаем, что продаем Поэтому... Да, поэтому к вам приехали Посмотрели Вот два датчика Соответственно, это первый Он меряет у вас температуру молока, да? Внутри ванны И второй Он меряет температуру рубашки Ага И все показывается на табло, да? Ну, сейчас просто, да Соответственно, эта температура у вас показывается бака Ага А рубашка, ну, при включении будет тоже отображаться температура рубашки Стол на колесах С двумя наклонными полками, да? И с дренажными отверстиями, соответственно Все у вас будет... Стол очень удобный А это ваш маленький пастеризатор? Это домашний, да, сыроварня пастеризатор на 20 литров Даша, а покажи, кому-то это тоже интересно будет Это маленький пастеризатор на 20 литров Вода подключается Да, подвод воды, сверху слив 85 литров А, 85, подожди, там точно, 85 А это на 40 Это 40, да Это вот для тех, у кого небольшие объемы Тут тоже все вот так, в принципе, сделаем Уменьшенный вариант большой сыроварни, да? Да, у них функционал абсолютно один и тот же И разница только в объеме Не, ну, что говорить, да На хорошем оборудовании работать Не сравниться с кастрюлей, да? Большую кастрюлю подними На газ поставь Не-не-не Надо уходить от этого Солнце светит Погода чудесная Сходили, посмотрели Промышленное производство Сыров, колбас Сейчас пошли с мамой еще где-нибудь погуляем Тракт в Москва-Сити Это наш вариант Поилки, клетки Баба хочет перейти на мясное Направление Говорят, буду бройлеров выращивать Куплю себе такие кормушки и клетки Да, чуть только мелкие, да? Ну да, вот как раз наш размерчик А то что там, 7 штук, да? Ну, 170 будет сидеть Выставка поражается объемами Разнообразие Чего здесь только нет Мама уже куда-то побежала дальше смотреть Наша, может быть, начнем заниматься консервами? Профессионально А куда поставим ее? Вместо полочного центра? Да Зато один аппарат всего лишь Мы пойдем к нашей теме поближе Мы куда-то забрелись там В Тульскую область пришли А где наша Тверская область? Это объемы, да? Да Что это? Уъектировать мясо Что это? Уъектировать мясо Не полюйте? У нас полочное, спасибо Молочное? Хорошо Вот это градиент Добавки специй Сейчас показывает то, что через 2 часа Будем уже в деревню 6 часов Спокойненько всех Кур покормим Коров поддуем И ляжем отдыхать А то сегодня мы что-то рановато встали Аж в 5.30 утра Вы представляете? Вместо 8 часов Мама Мама Чаи гоняй Заставила меня рулить Я бежала к пассажирскому сиденью Смотрю, она за мной бежит Я говорю, ты куда? Она говорит, ну немножко, немножко проедем Я отдохну Говорит, ролик за тебя так же монтировать буду Поехали Пробка не едется Все, стоим мы, стоим А люди вот тут живут, ты представляешь? Бип-бип Хорошо в деревне Никаких тебе пробок Парковочные места Есть Бесплатные Паркуйся где хочешь Всегда, да? Всегда А что за расценки такие? Где там 150? 150 это еще самое дешевое Вот так 300-380 днем Цель нашей поездки была вживую посмотреть на сыроварни Мы встретились с производителями компании Доктор Губер Воочию посмотрели оборудование И задали нас интересующие вопросы Договорились о сроках поставки По итогу Все то, что было запланировано, мы решили Теперь все дело за ремонтом А вот мы уже и в Твери Еще немного И мы будем в деревне Как раз успеем на вечернюю дойку А на этом я буду с вами прощаться Пишите ваши комментарии До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok